Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет ответы на ваши вопросы. Почему Господь исполнил желание бесов вселиться в стадо свиней? Конечно, не потому, что он такой добренький и захотел угодить врагам рода человеческого, которые являются участниками всякого зла, всякой скверны и по всей своей бесплотной жизни являются противниками Господа. Но Господь, сотворивший весь мир, промышляет о нем, в том числе промышляет и о бесах. И в данном событии, в земле Гадаринской, происшедшее имеет для нас, конечно же, большое значение. Прежде всего, в этих событиях для нас становится очевидной власть Иисуса Христа, как подлинного Царя неба и земли, видимых сил земных и невидимых сил небесных. Без его воли волос не падет с головы человека, и бесы не могут мучить и досаждать, не могут являть в скверных делах своих ненависть свою к роду человеческому. Господь промышляет и о падших духах. И Он в этом событии представляет то, насколько ожесточены падшие духи, насколько они неисправимо являются разрушителями и подлинными убийцами, как называет Господь человека-убийца, из кони дьявол. И в данном случае, несмотря на это, промышл Божий, ограничивающий их действия, не допускал гибели того бесноватого, которому надлежало быть исцеленным. Его пытались всячески уберечь люди, приковывая его железом к скалам. Но сила бесовская, сопровождающая его несчастную жизнь, была такова, что он разрывал все узы. Он бился о камни, то в огонь, то в воду бросался, но оставался жив. Господь силен против любого легиона бесов, противостать единой своей благой волей и уберечь человека от вечной погибели, что и произошло в этой повествовании с этим гадаринским бесноватым. Итак, Господь попускает действовать духом тьмы в соответствии с их ненавистью. Об этом Бог предупредил Адама еще при изгнании из рая. Змей сей будет поражать в питу человека. Таким образом, злу попущено оставаться и действовать среди падшего рода человеческого, для того, чтобы человек утвердился в своем противостоянии злу. Во-вторых, Господь ограничивает своим промыслом действия падших духов. И если нет его воли, то не в состоянии, а не даже в составе легиона, погубить одного немощного человека. Ну и, наконец, самими устами бесов узнаем мы пожизненный промысел о падших духах. Это озеро огненное, уготованное дьяволу и агелом его, то есть бесом. Господь в соответствии с нераскаянным устремлением падших духов уготавливает для них в будущем это особое существование, именуемое Адом, и напоминает нам, что его бытие таинственное для нас, потому что оно уже там, где времени не будет, и все тварное заканчивается, приуготовано никак не для человека, но для падших духов. Поэтому они в соответствии своей предназначенностью в это вечное Бога отступление, в это вечное страдание огненного озера, в данном случае изображают его символически в лице тех свиней, которые низвергаются в скруче в море и гибнут. Погибель бесов есть вечная и необратимая, но это, по Слову Господню, дело уже окончания мировой истории. После его Второго пришествия пойдут праведники в жизнь вечную, а грешники в то самое место вечного мучения, которое не для них уготовано. Господь зла не сотворял и не для человека Ад. Но те, кто при жизни не пожелал соединиться с Господом, воспользоваться теми благами, которые через Церковь устраивают Его спасение, Тот имеет большую опасность оказаться вместе с этими падшими духами в вечном Богоотступлении, в вечной Богооставленности, от чего досохранит нас всех Господь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok